привет ты из офиса да из переговорки привет привет вот супер вообще отлично отлично как твои дела дружище дела хорошо отлично работаешь на удаленке получается да 5 недель 5 недель достаточно быстро отправились на удаленку никаких лишений не испытываю достаточно удобно быстро и комфортно насыпал на дачу и здесь уже пять недель я представлю эльдар это человек который главный человек по закупкам вина в пятерочке правильно ну да я просто хочу немного парадигму сразу сдвинуть на текущий момент я работаю в пятерочке до этого работал в сети да обучался вину и так далее больше хотелось бы смещение какие-то более вопросы экспертные потому что все равно я про свою работу много рассказать не смогу у нас есть определенные люди которые рассказывают про нашу работу в целом пообщаться поделиться мнением о рынке рынке о трендах шмендах и так далее но как раз на эту тему и хотел поговорить потому что ну работа это работа ты все-таки у нас эксперт и член союза мили эксперт в россии мы тебе очень тепло и дружественно относимся ты профессионал своего дела и мы принципе видим ту работу которая за последнее время своей стороны в пятерочке еще очень много конечно же предстоит сделать но сегодня действительно мы с тобой будем говорить как с экспертом рынка потому что ситуация она очень неординарная вообще если поговорить о том что происходит сегодня вообще в целом по поводу вина по поводу дальнейшего как будет происходить на твой взгляд закупки какие тренды что будет с точки зрения вообще торговли вина и очень много интересных мнений по поводу того что все таки сети потихоньку будут переходить большей степени на свой импорт будут сами завозить сами напрямую заключать контракты насколько это соответствует тому что я сейчас говорил это это так так делать все я думаю что от мало до велика с учетом того что с учетом того что курс поменялся у вас будут меняться цены вы соответственно наверное будете больше общаться с производителями для того что Артур смотри конечно я тебе опять тут ничего не скажу сейчас это мои личные секреты и секреты моей работы конечно курс он накладывает определенный отпечаток он накладывает отпечаток на всех игроков рынка но вместе каждый по-своему будет искать решение я думаю что у нас все будет хорошо да я даже не сомневаюсь профессионализм как говорится не пропьешь при любой ситуации поэтому мне бы очень интересно было бы твое мнение поводу ну понятно что мы говорим сейчас не о твоей работе а мы говорим о в целом твое видение какие тренды будут может быть что касается российского виноделия больше будет появляться и насколько это вообще интересно потребителю российское виноделие всегда интересно оно развивается развивается не первые десяток лет я ну как бы отслеживаюсь года в год как меняется российское виноделие и я скажу так то что происходит сейчас это хорошо хочется чтобы происходило чуть быстрее и хочется чтобы это было больше и дешевле потому что конкуренция с точки зрения импортного вина конечно колоссальная там экспертиза и качество но конечно высоте даже в низких сегментах но вместе с тем не начнешь ничего не получится поэтому мы обеими руками за мы поддерживаем российские на деле я лично очень сильно переживаю за российские винодельные я лично общался не с одним виноделом и могу сказать что прогресс он есть а когда есть прогресс но в любом случае появляется все больше и больше хороших питких фруктовых вида это то что нужно нашему массовому покупателю это здорово вот хочется знать как иногда я сравниваю наших вина с футболом да с легионерами вот у нас футболе иногда при возникает мысль такая что давайте-ка запретим легионеров чтобы наших футболистов поддержать то же самое иногда бывает вот по идее такие бывают в нашем правительстве и так далее в отрасли да давайте-ка максимальное количество ограничений введем чтобы поддержать наших виноделов винограды и так далее ни в коем случае это делать нельзя что футбол умрет что виноделие наши без конкуренции опять скатится непонятно куда пусть бою и пусть будет нужны меры нужны меры поддержки и я думаю что сейчас как бы мы на правильном пути некоторые конечно моменты излишне агрессивны и о новом законе о виноградах связать можно чуть-чуть его подпилить и чтобы было более плавный переход но в целом все что у нас происходит меня радует скажи пожалуйста а в целом вот за последнее время ты видишь наблюдаешь что российское вино больше продается и больше на его обращают внимание или это только когда дни российского вина происходят ну во первых когда дни российского вина происходит продается больше опять же почему потому что он становится доступнее но это не секрет я купил три бутылки российского вина я не буду говорить где я скажу почем они стоили 900 я купил по 500 но как бы я считаю что это более-менее максимально справедливая цена вот поэтому будет хорошая продаваться будет хорошая качество будет продаваться будет хорошо храниться долго в бутылке будет продаваться мы видим какую конкуренцию дает нам прямой импорт и магазин и специалисты то конечно там конкуренция очень сильная со стороны импорта определенно но не российских вина это очень хорошая история это подсвечивает очень хорошо на полке. Люди обращают внимание. Главное качество. Будет хорошее качество в массе. Начиная от самого дешевого. А ты как считаешь стоимость бутылки 500 рублей это такой самый продаваемый же на полке вино? Нет. Дорого. Мы же все ездим в Европу. Сейчас не ездим временно. А так как бы ездили. Мы же прекрасно видим, почем там стоит вино. Люди приезжают и говорят, за 5 евро купил себе отличную бутылку вина. Не берем сейчас рассмотрение, что сейчас там 80, возьмем 70 в курсе, 350 рублей. Ну вот справедливая цена на каждодневное вино. Если мы смотрим такие успехи в Америке, там в свое время выиграла концепция 2 бакс вайн или 3 бакс вайн. Учитывая уровень дохода Америки, учитывая уровень дохода Европы, вот это масс-маркет. Ну конечно дальше есть и более классные вина, там и за 5, и за 10, и за 20 евро. Но надо понимать, что рынок выигрывает позиции такие, к сожалению, к сожалению, не очень дорогие. Но 500 рублей вполне себе может быть справедлива цена. У меня вот сосед выбирает вина очень просто. Пришел, купил все, что дороже 500, попробовал, что понравилось. То есть он вообще не смотрит, что дешевле 500. Но так в целом 350-500, наверное, это для нас. Слушай, но сейчас же с учетом изменения курса, ты же понимаешь, что это достаточно сложно. То есть те вина, которые раньше были, там стоили 300-400 рублей, они сейчас будут все равно дороже продаваться. Это же проблема определенная. Мне хочется верить в то, что люди не будут экономить на вине. Хочется верить. Но вместе с тем есть опасения, что они просто перейдут в маленькую дачу. Как в свое время были у нас такие именитые вина, ну, именитые вина, назовем их так. Не хочу, чтобы потом сказали, вот он любит то это. Которые плавно вышли за тысячу и продажи, которые разительно сократились, которые стоили по 700 рублей, по 900 рублей, а сейчас стоят по 2. Ну и, конечно, их покупать не меньше. То же самое будет постепенно, я думаю, происходить в случае, если курс не откатится. Слушай, но если у вас же даже не одна тысяча достаточно больших магазинов, это какой должен быть производитель, чтобы мог бы вам обеспечить объем? Ведь у нас очень мало больших производителей, которые могли бы обеспечить полностью. Опять ты утягиваешь меня в профессию. Скажу так, есть сети гораздо большие по своему формату. Есть страны, с куда более высокой культурой потребления и с потреблением куда большего количества литров на душ населения в год. Поверь, наши объемы в разрезе какого-нибудь Walmart и так далее. Мы же говорим немножко о другом. Я же говорю, есть производитель, который выпускает 200 тысяч бутылок. Есть у него там цена 500-700 рублей за бутылку, допустим, он может продавать. Он все равно не сможет обеспечить полностью то, что он делает именно для одной сети. То есть ему нужно где-то будет представлено. Часть идет на Хорику. Я понял, о чем ты говоришь. Даже таких, если ты посмотришь любую винноторговую компанию, я думаю, ты общаешься и знаешь многих, ты спроси у них, какая часть их идет в Хорику и какая часть их идет в магазин, там, премиальный, непремиальный и так далее. Они тебе все скажут, у нас там Хорика это большой сегмент продаж, винах дороже до 2000 рублей на этот. То есть там полутора тысяч рублей, не знаю. Это первое. Второе, ну, есть же практики, что некоторые винодельные при ограниченном объеме работают на эксклюзиве, на полном эксклюзиве с объемом. Но, опять же, есть винодельные, которые изначально не могут что-то предложить, потому что объем маленький. Такие тоже есть. Поэтому тут вопрос. Знаешь, мир вина, он очень большой. Количество винодельных в мире, оно колоссальное. И среди этого всего надо просто найти то, что нужно и вовремя ослеживать качество. Ну, я сейчас не брал во внимание того, что огромное количество в мире. У меня сейчас вопрос был по поводу российского виноделия. У нас производитель всего-то... Ну, есть. Ну, опять же, дорогое российское вино, оно, у него есть определенный канал избыта. И есть определенная статистика продаж. Вот меня уже много раз с российскими производителями вин, там, 600-700 рублей выше обсуждали это. Вот. Когда стоит какой-то более-менее известный бренд там импортный за 600 рублей и российский бренд, продажи такие, они тяжело перетащить в российский сегмент. Это надо, чтобы, ну, люди с высокой культурой потребления будут пить что-то интересное российское, которые уже что-то знают, которые, может быть, были, которые общаются с кем-то, какие-то из, кто-то из сферы и так далее. Вот. Поэтому попытки делаются и, возможно, в будущем еще будут какие-то попытки делаться, но это непростой вопрос. Я понял тебя. Тут люди задают вопросы, соответственно, я тебе буду их зачитывать. Не могу сказать за все регионы, но у нас почему-то мало представлено дорогих. Почему? Денис Валерьевич. Денис Валерьевич отвечу. Пусть мы так поправим в ближайшем будущем. Мы идем на определенный риск, поправим, посмотрим. Опять же, дорогие какие, кому как дорогие. Важно, не дорогая вина, важно, чтобы она качественная. Конечно, конечно, конечно. У нас есть некоторые позиции в ассортименте, которые стоят у нас дешевле, чем в европейских странах. И когда человек туда приезжает, нахлит это вино, там у нас стоит 6 евро, 7 евро, там стоит 12. И он вот это вот видит, оценивает, ну как бы попробуйте из того, что есть. Там есть, что попробуйте. Ольга Вербш задает вопрос. Мы очень ждем расширения ассортимента в Питере. Будет ли у вас коллаборация с каким-нибудь брендом из Кубани? Оля, привет. Очень приятно слушать тебя вопрос. Ольга, если кто не знает, это куратор Винной Академии школы в Санкт-Петербурге, где я учился, где я проходил обучение на сет, сначала на второй, потом на третий. Так что, Оля, спасибо за вопрос. Первое, ну, будем осторожно расширять, что-то смотреть. Больше ничего не скажу с точки зрения коллабораций. Ну, какие коллаборации могут быть? Мы стараемся всем уделять одинаковое количество внимания. Мы стараемся продавать то, что продается. Я вот еще раз скажу всем российским виноделам. Посыл один. Вот как эксперты, как потребители, не как там закупщик и так далее. А по минимуму там, как к закупщику ко мне обращайтесь, я вам все равно ничего не расскажу. Если будет вино легкое, питкое, фруктовое и долго хранится в бутылке, долго это хотя бы год, если оно будет сохранять, хотя бы год вот эти качества в сегменте недорогом, будет успех. У нас есть примеры интересных вин, которые продаются хорошо. Есть примеры целых виноделем, которые делают вина, но в большом количестве, а они там только полусладкие продаются. но это же не просто так. Поэтому, как сказал мой преподаватель, один из, если в вине нету фруктов, то рассчитывать на его успех очень тяжело. Вот российский покупатель, он немногим отличается от европейского, вот почему у нас все пьют полусладкие, потому что сухое доступное, как правило, невкусное. Будет у нас сухое доступное, вкусное, будет питкое, будет легкое, будет фруктовое, и, пожалуйста, мы конкретно никого выделять не будем, конечно же. Ну, если сейчас даже зайти в магазин, увидеть какие-то эксклюзионные проекты, ну, это как бы можно сказать так, что это коллаборация. Хорошо. Эльдар, привет. Почему при неплохом в ассортименте полки-пятерочки полупустые? Во всех, где я был, точно. Тут говорит Анзор. Анзор. Привет, привет, Анзор. Если это тот Анзор, с которым играли футбол в метро, Анзор, привет, я точно. Очень привет. Очень приятно тебя слышать тоже. Анзор, есть вопросы с тем, что могут не успевать люди. Есть вопросы с тем, что перебои какие-то в текущей ситуации могут быть. Стараемся на 100% как можем. Понятно. Вот, то есть, как бы, перед майским праздниками Новым годом всегда что-то там вымывается. Попов Сергей Вайн, на одну бутылку российского вина за 600 рублей приходится 10 бутылок хорошего импорта. так ли думаешь? Я скажу, как я вижу в целом по рынку. Первое, если это как-то есть, то это похоже на правду. Это не просто так. Цель любой организации это заработать условия определенное количество денег. Если на рынке сейчас такое есть, значит, рынок, наш потребитель диктует такие правила. Поэтому за уши, за уши. Я противник того, чтобы тянуть что-то за уши. Потому что, когда хороший продукт появляется, его тянуть не надо. Поэтому, раз так и есть, так и есть. Давайте дружно надеяться на то, что это вскоре изменится. И я буду только за. Может быть, вино хорошим дешевле 500 рублей, Денис Валерьевич пишет. Это вообще моя любимая вина. Я очень много экспертных точек зрения относительно вино до 500 не покупать. Я скажу так, если вы не разбираетесь в винах, гораздо меньше риска, ошибиться, если купите вино больше 500 рублей. Ну, просто потому, что, если оно дороже в закупке, наверное, оно должно быть по идее лучше по качеству. Но не всегда. Но, конечно же, дешевле 500 рублей полно огромное количество хороших, качественных, вкусных вино. Однозначно. Не слушайте тех, кто говорят, что до 500 все. Спасибо. Solix87 пишет, в связи с нынешней ситуацией в мире ожидать ротацию в ВИД на полке новых поставщиков сети? Я уже больше, чем можно, наверное, сказал на эту тему сегодня. Ничего больше не скажу. Хорошо. 5 евро это совсем на каждый день. Причем это день понедельник. Ну, это вот отметили так. Нет, ну, подожди, подождите. Опять же, не надо ценить по себе. Потому, что мы это понимаем, да, что мы, приезжая за границу, наверное, мы и по 5 не покупаем, и по 7, и по 10, наверное, покупаем, мы думаем, ну, ладно, промо возьму по 10, да. Мы другие, мы уже как бы перепробовали, и просто нам уже неинтересно. Мы уже прошли этот этап, когда там идем по 5, и не дошли еще снова. Вот. Но большинство людей, они выбирают именно из этого сегмента. А я скажу больше. Люди приезжают, говорят, о, вот это я, слушай, я был в Испании, там по 3 евро, шикарно, на 3 евро. Ну, скажу так. Там 1 миллион 190 тысяч гектар виноградников в общей сложности. Нам до них еще очень-очень-очень далеко. Конечно, 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 в этом-то и, как бы, надо поддерживать обязательно. Бутова Арина задает вопрос. Какие критерии нужно учитывать при выборе качественного вина? Я скажу так. Если вы находитесь в обычном магазине, самый крутой комментарий, который я видел, и правильный комментарий, возможно, ну, это не стоит статьи, где-то до 500 не берите. Хотя, может, и стоит. Это розлива. Вот смотрите на дату розлива. Вот вы сомневаетесь, не знаете, если вы выбираете дешевое вино, смотрите на дату розлива. Если там не больше полугода, бутылка стоит на полке, можете брать. А еще лучше выбирайте максимально свежую дату, но не раньше, чем не младше, чем 2 месяца. то есть от 2 месяца от 6, наверное, так, вино уже устаканилось в бутылке, но еще не состарилось. Это вот в дешевом сегменте. А в других, чем дороже, тем проще, 3-5 лет может храниться. Акцизы на винные напитки выросли в 2 раза, а производство их упало на 70%. Чем замените их и как рынок изменит? Немножко непонятный вопрос. Ну, понятно, понятно, вины и напитки уйдут там с рынка и так далее. Чем замените, тоже не скажу. Это прямое вопрос. хорошо. Есть ли у вас опыт работы с узбекскими винами? Если да, то как вы считаете, это правильно выходить на рынок в малоизвестной стране с вином до 300 рублей на полке? Давайте этот вопрос тоже опустим. Не очень он интересный. Опыт есть. Ну, ты говори какой... Ты пробовал здесь вину? Ну, Ну, пробовал, да. Я все пробовал. Я пробовал цитропаки. Весь ассортимент, где бы я ни работал, я всегда пробую. Неважно. Я в другой сети отвечал за крепкий алкоголь, пиво и так далее. Все надо пробовать. Пока если не попробуешь, то и не поймешь. Неважно, что будет, вино, пила или что. Поэтому, ну, узбекские вины, конечно, пробовал. Считаю, что у нас в стране делают точно не хуже. Вот в этом сегменте, мне кажется, у нас полночь с каждым годом все больше и больше предложений будет. С новым курсом все импортное, дешевое, там, не знаю, полусадка, мне кажется, оно будет постепенно терять свои позиции, потому что у нас растет, тебе как эксперту какое выбрать вину в подарок человеку, которого сложно удивить? Ой-ой-ой, сложно удивить. Ну, в таких случаях иду абсолютно в какие-то нестандартные решения, если я не знаю, чем вы удивите и так далее. Я всегда покупаю там всякие там портвейны, хересы, сатерны, такая вот, это все сладкое, либо от природы, и пленая, либо и так далее. Там куча легенд, как правило, этих продуктов, производителей, и там, что с этой плесенью, что там с этими путаньями, что, как хранится, где хранится херес, как делается модера и так далее. Ну, как бы, мне кажется, беспроигрыш, потому что купить что-то там просто дорогое и отдать кучу денег, потом тебе скажут, ну, очередной там кисляк подарил, не знаю. Вроде как, ты ладень подарил, а оно вроде благородное, сладенькое. Ну да. А спрашивают, что для вас шмурдяк? Для меня шмурдяк? Я исключаю это понятие, потому что, скажу так, вопрос непростой, потому что, сказав что-то сейчас с шмурдяком, я могу обидеть огромное количество людей, а сказав, что шмурдяк что-то, для меня нет шмурдяка, значит, я не понимаю, я не эксперт, да, и так далее. Вы знаете, для каждого клиента шмурдяк, это его личное понятие, и как я только что сказал, при кого-то шмурдяком, при кого-то шмурдяком может казаться откровенно дорогое вино, которое он не понимает, сколько стоит. Надо просто контролировать качество, даже самого базового элемента, и смотреть, чтобы он соответствовал заявленному своим составу, да, что, в принципе, сейчас повсеместно должно делаться, у нас там контролирующие органы работают и так далее. А так, по большому счету, ну, кто-то любит курицу, кто-то свинину, кто-то баранину. Ну да. Чем, по вашему мнению, удивит потребителя винная полка? Какие тренды ожидать, что думаете о синих винах вроде испанского гига? Опять же, ничего не скажу. Вот это все баловство, вот эти для меня и вот что-то нестандартное, да, это хорошо, это инновации, пусть будут. Не верю, что это останется надолго. Ну, про тренды. Тренды все те же. В свое время я видел публикацию в Инстаграме Евгения Богданова, но я так почему-то сейчас вспомнил про тренды, вспомнил про него. В свое время это были там пенонуары, ристлинги, ежи с ними, бургундеры и так далее. Легкие питьки вина. Мне кажется, этот тренд, он надолго. А из великих вин на ваш взгляд, что вы любите? Вот опять же, не буду говорить про великие вина. Вообще, свои личные предпочтения раскрывать не буду, потому что те, с кем я общаюсь, знают мое предпочтение, те, с кем я не общаюсь, по-разному их воспримут и так далее. Я повторюсь, нет, великие вины не будем, знаете, все. Послушай, ну что, ты кого обидишь? Лафита, Мутона или кого ты обидишь, если ты скажешь о том, что тебе нравится? Отвечу в общем. Вот скажу так, для меня самый крутой регион крутой регион, это Бордо. Вот кто бы еще, кто бы еще, что ни говорил, франирует Франция, там еще что-то. Я считаю, что в Бордо делаются самые крутые вины в мире. Все. Можно спорить с Бургундией, да, но Бургундия, там она такая, пенонуары, все любят пенонуары, но вот я почему-то, у меня душа лежит в Бордо, причем не в каком-то регионе, а вот в нескольких, там и белые шикарные вины, и красные вины, и так далее. Они не массовые, но вот пусть будет так, там граф регион, отличный регион, там вот вообще, там в этом регионе можно найти любимое белое, любимое красное, и великих вин, мне кажется, там тоже хватает. Пусть будет вот так. Хорошо. Эльдар, добрый день, как вы относитесь к тактонных сортов винограду? О, это обеими руками за. Я считаю, что автохтоны, это наше все. Я считаю, что нет смысла пыжиться и делать очередной пенонуар по-крымски или пенонуар по-краснодарски, хотя у некоторых это получается. Проще найти то, что у нас в свое время в Советском Союзе, если я не ошибаюсь, исследовалось, гибриды выводились, смотрели, какие хороколы лучше, какие хуже приживаются, и вот пусть вот то, что выведено, пусть то, что было, пусть вот с этим мы и будем жить. Мне кажется, это не просто так. Я только за автохтоны. Ну, ты как считаешь, если говорить о российском виноделии, то с точки зрения автохтонных, они же, по сути дела, это же не конкуренция, получается, на полке. Если можно найти такие недорогие, качественные автохтонные вины для того, чтобы поставить в ассортимент, мне кажется, это наиболее такой оптимальный вариант для того, чтобы представить, хотя бы не говорить об очередном Каберне-Савиньоне или Мерло, а что-то такое уникальное. То есть, в принципе, я думаю, что ты с этим согласен. Да, конечно, согласен. Баланс такой должен быть. Если там просто поставить Виорику, или Цимлянский Черный, или там Цитрона-Магарача и так далее, это может немного испугать. Лучше, когда они вот в купаж какой-нибудь замешать, сделать с международным сортом, я говорю про массового потребителя, и вот поставить на полку там. Каберне-Савиньон красно-стоп. Собирай в кефесе. Вот. Отличное введение в автохтоны российского потребителя. Опять же, слово автохтон, я не знаю, многие по-разному воспринимают. Мало кто вообще про него знает, если брать там основных покупателей большинства рынка. Но оно с каждым годом все популярнее и популярнее. Так, Денис Валерьевич пишет. Вопрос к Артуру. Сможем ли мы когда-нибудь увидеть наши вины с сертификацией по типу Европы в Апелляционе? Возможно, это поднимет доверие к нашим винам? Вопрос. Ну, давай ты скажи свое мнение. Не, ну, как по типу Апелласьонов, ну, как у нас же есть ЗНМП, это как раз Апелласьон. Да, Денис Валерьевич, у нас есть уже ЗГУ и так далее. Понятно, что есть над чем работать. Это не очень не быстрый, скажем так, процесс. Вот. Уже есть, и в принципе, если вы видите на вине, на бутылке вина зону географического указания, либо еще лучше в СЗНМП, то однозначно это очень хорошо, потому что все вины за делами ЗГУ будут, ну, как бы, столовые вина. Не более того. Вино России тоже неплохо. На этом уровне, на текущем уровне. Пусть хотя бы делают столовые вина с российским виноматериалом. С Алтайского края привезти виноград и выйдет вино России. Ты вот смеешься, около года назад, не Алтайское вино, конечно, пробовал, но я забыл уже давным-давно, как это вино называется, пробовал латвийское вино. Называется оно там латвийское, под Юрмалой. Реально, реально. Там вот погода, которая позволяет вырастить виноград в этих широтах, она бывает крайне редко. То есть там они делают вино раз там в 3-5 лет. Но вино, когда оно там получается, получается достаточно хорошим. Вот такой вот будет интересно, я тебе потом напишу, что это было за вино. Буквально вот такая интересная штука была. Так, вино из какого самого редкого региона вы когда-либо пили? Ну вот, пожалуйста, Латвия. Если потом будет интересно, я могу какой-нибудь полцелый сделать. Что это, если будут вопросы, что это было за вино? Оно реально хорошее, оно реально прикольное, классное вино, то есть оно по канонам, то есть там нет каких-то дефектов и так далее. Вот, оно достаточно плотное было. Вот, потом я напишу, какая там параллель, которая там зашкаливает, где не выращивают уже виноград и так далее. Скажи, пожалуйста, Эльдар, какие ожидания, что будет с рынком после, ну не 28 июня, 26 июня, так это по поводу закона вступления. Твои мысли? Если все будет как сейчас есть, то, ну, определенно, ну, все же уже 10 раз это говорили, что будет. У нас там может там подскочить российское вино в цене, инсинуации, возможно, разные, может, несколько там компаний, которые работают исключительно на импортном палке, там что-нибудь что-то может случиться. много чего может случиться, но вот я так смотрю сейчас по производителям, все вроде как-то адаптируются, находят какие-то выходы, и я думаю, что каких-то кардинальных, вот таких вот жестких перемен их не должно быть, потому что все же заложили. Плюс, насколько мне известно, сейчас идут какие-то доработки, я не знаю, даже, я не сторонник поправок к этому закону, наверное, поправки не нужны, но я сторонник тому, чтобы вот все есть, это вот как вот мы вступали в ВТО, да, Россия, мы же не сразу пошлины обнулили, мы готовили рынок свой, готовили, готовили по частям, вот так вот. То же самое, наверное, здесь надо сделать, это как-то градацию, ну, просто чтобы стимулировать людей посадить виноград, ну, мы понимаем, да, что в лучшем случае на самый базовый какой-то виноматериал три года лазер надо, а еще лучше пять, да, и вот это вместе все соотнести, чтобы в итоге получить, ну, правильный эффект, а то если мы резко все возьмем, загоним в дно, ну все, не надо, допустим, завод, если там покупает, ферментирует это здесь уже и делает у него что-то в России, ну, наверное, этим заводам в любом случае надо дать поработать, у них же там и технологии, есть виноделы и так далее, ну, это вот такой тонкий момент, я считаю, что надо постепенно это все делать. Эльдар, что можете сказать про сегмент фруктовых вин из граната? Фруктовых вин и гранатовых вин, ну, одно и то, одно и то же, из гранат. Есть люди, которые любят гранатовое вино, но не могу сказать, я не за, не против, если людям каким-то нравится, хорошо, сказать, за плодовку я или против, мне не нравится плодовка. Не нравится? Нет, не нравится, не нравится, ну, как? Какой-нибудь элентвейн там, на морозе с корицей, с яблоком, с апельсином, на катке, это здорово, а так говорить, ну, мне не нравится, с Англией не проникался никогда. Благодаря вашим эфирам у меня идеальное алиби, я теперь не просто люблю и пью вино, я изучаю. Спасибо большое, Рина. Ольга Верб задает вопрос еще, на Кубани какая винодельная, по вашему мнению, обязательна к посещению? Пора открывать для себя наших производителей, это я о себе, посоветую, куда ехать, спасибо. Оля, напиши мне, Ольга, напиши мне, я тебе посоветую. Здесь советую. Давай так, я посоветую, у нас есть туристические, у нас есть туристические, и есть закрытые, потому что туризмом, как бы, они пока еще к туризму не готовы. Но у нас есть очень много интересных виноделин, которые можно увидеть, это однозначно имение Секоры, это однозначно Гайкадзор, это однозначно усадьба Месхака, вернее, Месхака и Шато Пино. На самом деле их много, таких в последнее время все больше и больше. Если в Крыму, то золотая балка однозначно приехать, либо с маленьким производителем договориться, типа нашего любимого Олега Эпина, с которым можно приехать, и мало того, что этот человек еще и сам готовит, это безумно интересно. Поэтому много интересных мест, читайте гид, там очень много интересного написано. Узу Новая Юлия пишет, вы считаете, что вы в некоторой степени влияете на вкус потребителя? Ну, когда, и вот я скажу так, если, я нет, я настолько максимально стараюсь держаться в тени, вот вообще всего, что я стараюсь ни на что не влиять, никому ничего не рекомендовать, и вот я жутко извиняюсь сегодня за то, что я на многие вопросы весьма укрончиво отвечаю. Если, говорит, в разрезе того нашего предложения, то я скажу так, если кто-то считает, что у нас какая-то покупательская потребность не закрыта, только не говорим про Великие Вины и так далее, то я всегда готов на диалог, вообще с любым человеком, который меня знает, который может мне написать, может написать на сайте, позвонить и так далее, то есть это всегда, да, наоборот, стараемся максимально широко, чтобы захватить всех, поэтому, опять же, для чего это делается, чтобы как раз не было несунации, что вот вы влияете на потребительское поведение, покупательское предпочтение, и так далее, нет, промо одинаково, вот, есть люди полосладкие, есть люди сухие, получите вы, низкая цена регулярная, вот, пожалуйста, есть вы, есть вы, все, если кто-то, ну, стараемся, наоборот, никого не обидеться, зачем, поэтому, и рынок сам, он как раз и формирует, в том числе, рынок формирует предложение. Talk about wine, пишет, в Левкадию забыли, да, абсолютно согласен, в Левкадии очень-очень круто, замечательный ресторан, место потрясающее, люди очень-очень достойные, поэтому, однозначно, и Левкадию тоже. А как переключить человека, который потребляет низкий ценовой сегмент, полусладкое, переключить на то же сухое, но качественнее? Найти, найти сухое, качественное, это, потому что, если это низкий сегмент, полусладкое, шаг, первое, либо ему не хватает денег, на то, чтобы покупать дорогое полусладкое, второе, либо он уже, как бы, на мой взгляд, отчаялся, пьет что-то с сахарком, и все, сахар, дефект скрадывается, что называется. Найти на фокке хорошее, сухое вино, которое будет уже, достаточно свежей даты розлива, попытаться объяснить, что и как, и почему, желательно, в теплую погоду, и просто рассказать, то есть, ну, по примеру скажу, что, когда в определенный сегмент пускается то или иное импортный рынок, тому, наш пример, мы видим, что наш клиент любит сухие вины, просто он любит качественные сухие вины, ну, как и везде, а если мы будем в него что-то уже давным-давно существующее на рынке, сухое, которое почему-то должно продаваться, или почему-то там имеет определенную представленность, ну, попробуй скажешь, ну, да, знаете, как король-то голый, да, вроде бренд тот же самый, пью обычно у него полусладкое, закупил сухое и немножко расстроился, ну, пойду опять полусладкое. А что вы скажете о винах Румынии, которые широко представлены в Европе, но в одной из самых крупных сетей России не представлены? Скажу так, в каждой стране, будь то Румыния, даже Чехия, там и так далее, есть хорошие вины, они есть. В Греции, допустим, какой интересный, да, какие вины есть. Опять же, вот спрос, спрос, да, вот наше общество, наши покупатели, они определяют в том числе предложение. Если бы, если мы заходим в гипермаркет с огромной полкой, с огромной полкой, наверное, да, там для широты выбором можно поставить, не знаю, там в городах с большой численностью, румынские вина, а кто скажет хорватские, вот съездил в хорватинские, находят там греческие, венгерские вина и так далее. Но когда ты живешь в ограниченном пространстве, конечно же, там... с одной стороны кажется, что легко взять, поставить, а на самом деле тут же вопрос, очень много технических моментов, когда ты просто физически не можешь это сделать, именно из-за пространства, из-за полок и так далее. А потом все-таки все настроены на заработок, а не на просто выставку делать. Ну конечно, конечно. Мало того, что это выставка, 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 да Тивино же они постареют, и когда это выставка, даже когда ты решишь распродать, пить-то нечего будет в этих бутылках. Сдохнет все. Крюкова Дина пишет, неужели обстны и лыхны по цене 400 и больше рублей это максимум продаж для пятерочки? Ну я не совсем понимаю, что это максимум. Это первое. Второе, вот еще раз, не будем сейчас обсуждать лыхны обстны. Я скажу так, во-первых, наш винный помонд, он очень, достаточно много снобизма в нем, да, я вот так скажу. Можно долго обсуждать, но мы очень можем все грамотно завалить, да, вот так вот. А причину понять, почему и как это происходит, люди уже как бы отказываются или не хотят, или не хотят видеть, не хотят разбираться, да, как наши вот, поэтому мы вот эту тему за скобки выведем. Вы просто задумайтесь, почему человек покупатель то-то или иное покупает то или иное вино. Я с точки зрения качества, качества того же самого лыхны, обстны, я считаю, что они делают вполне себе нормальный продукт. Вот сейчас вот шквал людей можете на меня наброситься. Вот я скажу так, вот Изабелла в России любит, ну любит Изабелла в России. Сделайте хорошее сухое вино, качественное, которое перебьет. Пожалуйста, это будет, это как-то инфраструкция культуры потребления. Но за неимением и за количеством закосов под это все дело мы сами культивируем это все. Вот, поэтому пьют он же у нас кинзмараули полусладки и огромными количествами пьют, правильно, а лозангские долины тоже пьют. Ну, как бы, вот задавайте вопрос, почему там алозанг, почему там мараули и так далее. Да, это как бы не совсем корректно ставить там Изабеллу с оператором на один уровень и так далее. Но, блин, ну Изабеллу, ну пьют у нас так не Изабеллу. Вот исторически ее пьют. И что ты с этим понимаешь? Есть европейские страны, где тоже мельком проскакивают вот северные страны, где как раз холодно, тоже там проскакивают вот эти вот Абутоварина спрашивает, что думаете, предпочтение к полусладкому и сладкому говорит об отсутствии вкуса? Это как зеленый чай с сахаром, по крайней мере, для меня. Сахар только портит вкус истинного напитка. Будь то вино, будь то чай. Ну, по поводу сахара зеленого влашусь на 100%. Хотя черный чай с лимонным сахаром пью иногда. Скажу так, первое, мне кажется, все-таки, если мы посмотрим на географию, если будем смещаться к северу, количество стран с большей долей потребления полусладкого, они такие все северные, ну, полуто, полуто, и так далее. Второе, культура, чтобы была культура, надо, чтобы был продукт, чтобы культура состоялась. Если у нас на продукте низкого качества выросла какая-то отличная культура, не получится. Поэтому сейчас возникает продукт большими темпами, да, сухое вино в России, доступно. И на этом будет расти культура. Мы же видим, все равно там, ну, сухие вина, они постепенно, постепенно, ну, медленными темпами, но растет. То же самое и здесь. Но тяжело быть очень культурным человеком, когда ты ни разу не смотрел на произведения искусства. Поэтому здесь, ну, сделайте предложение, сделайте доступным, хорошие, качественные, опять же, сухие вина, и все. В какую страну вы бы поехали в винный тур прямо сейчас, если была бы такая возможность? Я бы, наверное, поехал куда-нибудь в Чили или Аргентину, куда-нибудь подальше. Туда? В Новой Зеландии что-нибудь такое, нет? А, кстати, в Новой Зеландии, может быть, у меня тут товарищ живет, как бы, одногруппник с института. Точно, поехал бы я в Новой Зеландию. Ну вот, видишь как. Не кажется вам, что праздник Божжоле плохо сказался на репутации вина и региона там не только Гаме? Ну, безусловно. Ну, это же тоже как, это же маркетинг весь этот Божжоле. Слушай, а с каждым годом ситуация меняется, да? Продажи все меньше Божжоле или все на том же уровне стоит? Я не знаю, что они были вообще когда-то какими-то большими продажами, да, если это Гибер, который Наполе поставил во время Божжоле, Божжоле недорогой там до 500 рублей какой-нибудь, да, или там до 600 рублей, вот, нате, берите, да, плюс это хайп и так далее. Ну, сейчас все меньше поддержки этому оказывается. Я не против и не за. Я считаю, что это 100% маркетинг, что это вино столько не стоит, что в свое время было много Божжоле, надо было как-то продать, ну, Гаме, извините, надо было как-то продать и надо было что-то с этим делать. Я считаю, что вот виноделы этого региона, блин, вообще молодцы, продают отлично, давайте за них порадуемся. Сказать, что это низкое качество, не буду говорить, что это низкое качество, разные Божжоле бывают. Сказать, что это отличный продукт, не стоит, это вино для меня таких денег. Эльдар, а как вы отдыхаете в условиях всеобщей самоизоляции? Как ты отдыхаешь? Или ты не отдыхаешь, все равно работаешь? Я там кустики подрезал сегодня, там черноплодки, там подрубил, там деревцы, которые у меня тут было, там поджег, это все, гриль, там барбекю, с детьми по лесу гуляю, ну, там Слушай, ну, согласись, что если бы вот у меня иногда такое, я вот сижу, обдумываю, иногда у меня такое впечатление, что многие еще будут в хорошем смысле вспоминать эту изоляцию, потому что долгое время никто не мог с детьми нормально пообщаться, посидеть там и так далее, все время в работе. Я скажу так, я понял отчасти, почему у меня частенько так устает жена. Да. Я ее понял и теперь гораздо проще воспринимаю такие моменты нервные. Да, это как бы такая, я понимаю, о чем ты говоришь. Вроде бы ты приходишь с работы, думаешь, вот я целый день работал, там все такое, а там работа такая кипит дома, что да, это так оно и есть. А как изменились предпочтения покупателей в существующих условиях в России? Опять такой вопрос, не хочется мне на нее развернуто отвечать, не буду. Покупательские предпочтения всегда идут в сторону лучшего сочетания цены и качества. Вот качество хорошее, вот обычно качественный продукт идет, качественный продукт продается, но не просто там какое-то что-то с чем-то давайте подумаем и разгадаем эту теорему, что же там внутри этой бутылки кроется, а что-то попроще. Так везде и вообще всегда было. Особенно на рынках с не очень высоким бутылом потребления. Крупный сетевой ритейл формирует предпочтение потребителя. Приходя в несколько тысяч магазинов и видя на полке продукт, человек начинает думать, что это вкусно. Так ли это и вкусно ли это? Ну мы же... Не, не, я не соглашусь, если нам везде положить что-то невкусное, там не знаю, вот... Не хочу какие-то примеры приводить дурацкие, да, но если... Не, бывает такое, опять же, примеры снобизма, там, или голых королей, как я называю, да, когда ты купил что-то, вот это вот все пьют, это должно быть круто, да, и ты такой пробуешь, это круто, да, но это исключительный момент, это человек на праздник может что-то сложное купить или что-то, то, что в тренде, или то, что диктует ему мода. А в каждодневной жизни, а покупатель все-таки вино, это такой каждодневный продукт, он не будет обманывать себя, он раз попробует невкусно, два невкусно, третий раз купит все равно то, что ему нравится. Насколько правильно следует только за потребительскими предпочтениями, если искушение ускорить ту самую эволюцию культуры вина, спрашивает Гельфанова Галина? А это как бы, это два одновременно идущих процесса. Первое, ты должен отвечать спросу, второе, ты должен образовывать покупателя. Как бы, если бы нет, то, я думаю, во всех сетях количество полусладких фильмов было бы в разы больше, чем он сейчас, занимал бы там, не знаю, огромное количество просто это полки. Поэтому, ну, плюс, не, ну, двигаешь тоже культуру в том числе, предложение делаешь. Ну, повторюсь, опять же, на хороший продукт, на хорошей цене, отклик есть. Какое было самое дешевое вино, которое вас удивило? Ну, меня периодически удивляют дешевые вины. Если вино дешевое и свежее, на каждый день, ну, пробовал много вино. Ну, в принципе, ты уже, ты уже сказал о том, что недорогое вино, самый главный момент, это свежесть, фруктовость, чтобы оно было бы живое, да, и оно, соответственно, на полке не лежало будет достаточно долго. Потому что, с учетом того, что мы занимаемся закупками для русскачества на дегустационный конкурс, мы очень часто обращаем именно внимание на то, что на дату розлива, которая есть на полке вот вина, иногда бывает дата розлива примерно разница там целый год можно найти на одной полке. Это вот одна из проблем, когда вино, одно вино, вроде бы, взял одна и та же марка, ты не посмотрел на дату розлива, она мертвая, а бутылка, которая, соответственно, со свежим розливом, она наиболее интересна. Поэтому, мне кажется, что, ну, это как бы от меня совет, обращайте внимание на дату розлива, чтобы это было бы как можно свежее вино. Я скажу так, когда я путешествую где-то, ну, я же, ну, я пробую вообще в разные линейки и всегда покупаю дешевые вины, всегда. Ну, скажу так, там, за 3 евро, последний раз в Валенсии, наверное, это было, да, ну, я скупал, пробовал, чтобы понять качество, это, как бы, профессиональная уже трансформация, да, да нет, нормальная питка, и все бывает, очень фруктовые, хорошие вины, ну, опять же, здесь очень интересный вопрос такой, почему пятерочки нет в продаже винного гида Артура Саркисяна, это же винная культура, нет книг о вине, и тут же пишет Денис Валерьев, согласен про винный гид, такие книги надо продавать, пусть и немного, кто заинтересовался, обязательно купит и подалит опять же. Я хочу сказать, что ни одного вина нет. Ты не делал, коммерческое предложение. Да? Хорошо, я подумаю над этим вопросом, но мне кажется, что все-таки пятерочка, это не то место, там нет вин тех, которые продаются в пятерочке, вот в чем вопрос, это больше для хорики и так далее, вот винный гид русскачества, который будет выходить, я думаю, что это было бы интересным, при том, что русскачества продавать его не будет, оно будет на днях российского вина, наверное, присутствовать в полном объеме. Скажи, пожалуйста, что стоит учитывать при покупке недорогих вин, мы уже, по-моему, об этом сказали, может, есть какие-то лайфхаки, есть какие-то лайфхаки? Мы все лайфхаки, а, еще один лайфхак, не будете покупать с винтом бутылку, да, если прямо это недорогое, лучше брать его свежее, с винтом, значит, оно портится от корки, если свежее, значит, недавно розвито, вот, единственное, что если вам один раз не понравилось дешевое вино, которое свежее и с винтом, к примеру, вы должны понимать, что это процесс, который огромное производство этих идёт, и там огромное количество цистерн, где это вино хранится, и вот они собираются, вот этот виноматериал с разных там виноградников, да, там площади огромные, как уже Артур сказал, возможно, вот эта цистерна была не в вашем вкусе, и когда вы придёте через месяц и купите то же самое вино, оно уже будет немного, чуть-чуть отличаться, то есть сортовые характеристики, они сохранятся, а вот органовертика, она может чуть-чуть поменяться, и это как раз же будет ваше вино, не судите по там одной-двух неудачных бутылках, ну, если, конечно, там только нет дефектов. Угу, угу, так, в каких случаях предложения, в каких случаях предложения формирует спрос, какой наиболее удачный пример из мира вина можно привести? Ой, это очень просто. Первое, это пиногриджо. Когда я в 2000-ом каком-то третьем году работал в ресторане, уже тогда был пиногриджо, все его знали. Его пили не потому, что это звучит как-то красиво, у Италии очень много красивых названий, да, потому что это за свои деньги отличное качество. Вот он лёгкой питкой, выпил, не подумал, да, всё. или там, почему там Винниверде растёт, да, ну, просто потому, что оно понятное, простое, лёгкое и так далее. Поэтому, конечно, надо быть проактивным и взвесив органолептику, предложить покупателю что-то новое, что-то интересное, возможно, пойти по стопам успешных опытов, там, европейских детей, там, или ещё каких-то. Конечно, конечно, если быть полностью закрытым, ничего нового не предлагать, такого тоже не бывает. Надо как-то так, навстречу друг другу два процесса идут. Скажи, пожалуйста, такую вещь. Ты учился, ну, насколько я знаю, у тебя опыт уже 10 лет, ты занимаешься вином, работал в разных сетях. Вот тот опыт, который у тебя... А? Поправлю, поправлю. Вином где-то около, наверное, 5-6. В ритейле, наверное, вот лет 10. Наверное, можно даже чуть больше. Ты, когда работал в сети, у тебя было такое, ну, как бы, взаимоотношение с Молдерсом. Насколько это было оправдано, то, что ты вот, то, что сеть этим занималась, и насколько это интересно вообще для большинства своём? Ну, самый большой плюс это то, что человек неангажирован, он, как бы, делает дегустацию и говорит всё, что он думает. Потому что ты, как бы, коммерсант, у тебя там, руководство коммерсанта, они могут по-разному смотреть у них там парадигмы своей в голове. Когда ты используешь любой, будь то с Молдер, будь то ещё кто-то, если это какой-то человек третий сторонний, который не является членом компании, ему, как бы, нет сдвига парадигмы, что ты должен там работать прибыль, выручка и так далее, а он просто дегустирует продукт, плюс он живёт этим продуктом, плюс этот продукт для него простой, как дважды два, это всегда хорошо. Юлия Узунова пишет, редко беру вина в пятёрочке, сегодня специально взяла в честь праздника Савиньона, Савиньон Чили 2019 года, 300 рублей, фрукты, свежесть, всё как надо, спасибо. Видишь, как хорошо. Как ты думаешь, чей вопрос наиболее был интересен мне сегодня? Мне всегда нравится вопрос, это как человек с полусладкого на сухое. Ага. Вот это вот да, Рина, Рина Бутова, да. Огромное спасибо, что с нами вместе. Эльдар, есть что-то такое, что ты хочешь сказать? У нас осталось совсем очень мало времени. Я что хочу сказать? Хочу сказать спасибо тебе, Артур, за возможность высказаться. Я хочу извиниться, если я на какие-то вопросы не дал ответа. И я это делал на меня. Ничего страшного. Это всё понятно. Это всё понятно. Кстати, Анзор писал Анзор писал о том, что какие воспоминания у вас по работе в метро, предлагаю после карантина сыграть футбол в пять метров без легионеров. Ну, это уже вы как бы там решите. Анзор всегда у нас очень активный. Скажу, и это здорово, что, ну, мне понравились вопросы. Вопросы хорошие. Немного был вопросов, которые чисто специфику бизнеса уходили. Есть люди, ну, вопрос, который волнует людей. Это хорошо. Вот. Поэтому я хочу так, приходите, пробуйте, дегустируйте, жалуйтесь, жалуйтесь, прям по максимуму жалуйтесь. Это неоценимый опыт. Ну, и пишите тоже хорошие вещи. Это тоже важно. Больше обратной связи. Я еще раз скажу тебе огромное спасибо. С нами был Эльдар Потеев. Всегда рад. Очень большой профессионал. Спасибо тебе большое, дорогой. На связи. До свидания. До свидания. Всем пока.